где самые красивые девушки у нас в клубе да как это говорилось в какой-то песне на самом деле что это за клубы могут быть прежде всего это спортивные фитнес залы стадионы площадки для стрит-воркаута вот это те самые спортивные клубы где самые лучшие самые красивые девушки это лайфхак для молодых людей где познакомиться с девчонками мне это уже не грозит я человек давным давно женаты но просто я посещаю долгое время различные спортивные залы клубы в нашем городе нет нами ни одного спортивного зала где бы я не тренировался в тот или иной период времени и что могу рассказать вот было время когда я был еще пацаненком что называется молодым человеком который как и все молодые люди любят красивых девушек и познакомиться с ними это был всегда вопрос самом деле это несложный вопрос можно и на улице подойти все зависит от уровня подготовки но мы всегда хотели посмотреть где же самые лучшие самые красивые девчонки и можно их найти чтобы было много да и в наше время это было что такое никто не знакомился в на библиотеках все шли в основном куда на дискотеку на танцпол вы понимаете на танцполе ведь там все не по-настоящему там эти девчонки накрашенные наряженные они знают как одеться для того чтобы скрыть свои недостатки и подчеркнуть свои достоинства это все понятно а спортивный клуб это почти как пляж там видно все может было бы на пляж пойти во времена молодости нашей но понимаете там много девушек сразу в одном месте не бывает а спортивных клубах бывает именно так то есть там сразу приходишь и смотришь спортивные девушки они просто прекрасны они подтянуты не встроенные они целеустремленные вот поэтому там сразу же можно увидеть вот и даже найти ту которая вот очень сильно понравится и познакомиться тоже можно с этим почему потому что есть общий интерес общий интерес это тренировки это фитнес это возможно диета это возможно какие-то направления движения какие-то практики и методики всегда есть о чем заговорить можно попросить что-то можно помочь можно поинтересоваться как достигнут результат гораздо проще сделать комплимент потому что те кто занимается спортивных залах они ждут в себе каких-то перемен если они находят подтверждение своим каким-то переменам в замечаниях окружающих людей они на это очень хорошо реагируют потому что им это в принципе и нужно вот так что вы ничего не теряете я на танцпол ну да там конечно может быть легче познакомиться потому что там есть алкоголь спортивный зал алкоголь нет там совсем другое там надо работать там надо впахивать там надо заниматься и поэтому на самом деле конечно мой совет не для всех для настоящих таких парней которые тоже спортом занимаются понимаете если вы выбираете ту девушку с которой хотите познакомиться вам хочется чтобы она была красивая стройная подтянутая вы должны соответствовать и как вы смотрите на нее точно она также смотрит и на вас знаете то есть вы ее видите как говорится почти как на пляже и она вас видит точно так же более этого она видит как вы работаете как вы тренируетесь с какими весами вы работаете какова интенсивность вашего тренинга и сразу все становится понятно вот так вот я не говорю про тех девушек которые выбирают каких-то папиков да если быть богатых такое есть есть везде мы сейчас говорим о том как призы как пройти вот первый барьер первую планку первый такой как бы тестовый контроль когда только налаживается и визуальный контакт когда вы встречаете друг друга как говорится по одежке а по ежке же встречают знаете вы же не оцениваете сразу интеллект вы оценить его не в состоянии вот так вот лишь увидев человека но привлекательность вы его можете оценить более того скажем если вы видите девушку стройную подтянутую которая спортом занимается в спортивном зале виде как она впахивает вы можете о ее характере и и устремленности составить определенные представления на самом деле это уже дает какое-то понимание о чертах характера конечно потом познакомившись вы можете понять что может это какая-то бьюти телка которая в общем из зала не вылазит ходит по зонам спай и только красит фейс попытка не пытка может она окажется совсем не такой для нее работа над своим телом и фигурой это вовсе не цель сам конечная а только а только средства и не средства именно папика найти а средства для того чтобы чувствовать себя лучше чувствовать себя более уверенный более такой вот на пике волны на гребне такой вот энергии жизни так что вы ничего не теряете совершенно но и на вас как я уже сказал накладывается очень большое большая ответственность потому что если вы хотите что-то получить с крутое вы должны сами быть там не крутые поэтому для вас это в том числе еще и дополнительный стимул идите парни в спортивные залы идите на площадке для стритворкаута идите на открытые стадионы посмотрите сейчас спортивный тренд сейчас все пытаются заниматься спортом и девчонок на самом деле много так что это лучший способ который я могу предложить для знакомства молодым людям ну кстати для девушек этот совет однозначно работает точно также девчонки приходите в спортивный зал и видите вы можете оценить парни сильно он крепкий понимаете молодой человек еще может и не добился в жизни многого но можно увидеть того человека который может чего-то добиться если он действительно не работает трудится над собой в том числе это говорит о его характере силе воли все остальное конечно среди таких парней тоже находится нарциссы для которых важно вот это вот самолюбование свое тело и дальнейший пикап вы понимаете опять же что вы теряете где вы можете познакомиться еще то есть никто не гарантирует что в других местах познакомившись будет что-нибудь иное но здесь гораздо больше вероятность и гораздо больше выборка найти среди действительно достойных ребят или девчат друг друга самое лучшее место для знакомства это спортивный клуб пользуйтесь всем пока